Он звучал в сценке. Он звучал. А, он звучал и со сцены на косплей-шоу. А концерты он сейчас сидел за пульдом. Хорошо, мне нравилось. Как-то на нескольких фестивалях тут было написано «Клавзвук». Вот. Значит, все так, дамы и господа. В прошлом году мы немножко кинули этот момент, потому что особенно отчитываться как-то было нечем. Вот. Поэтому в этом году опять меня громче. Громче не надо, я лучше поближе буду. Ага. Поэтому в этом году мы сейчас попробуем охватить, если я что-то забуду, будете подсказывать, что было сделано нами, дублировано на нашей студии за последние два года. Начну с конца. О чем мы говорили. Значит, это «Принцесса Мононоке», это «Евангелион», это «Судзуми» второй сезон и «Исчезновение», это «Ловцы забытых голосов» и «Берсерк». Что забыл еще? Нет, «Рэдлайн» мы еще не дублировали. «Евангелион». «Евангелион». «Артем». «Артем». «Артем, что еще?» «Вроде все». «Что?» «С тобой еще можно рассказать, вроде бы». «Волчицу» мы говорили? «Волчицу» мы уже отчитывались. «Помолчицу» мы отчитывались уже. «Ага, вот подотчетный период». «Принцесса Мононоке», «Евангелион», «Судзуми», «Второй сезон» и «Исчезновение», «Ловцы», «Берсерк». «Мононоке». «Мононоке». «На первая». «Я опять попробую». «Ну, как вы заметили, что «Мононоке» и «Евангелион» — это не наши работы, это заказ был от других компаний». «Ну, не наши, но в разной степени не наши, потому что если в случае с «Евангелионом» мы более-менее отвечали за наполнение диска и за то, чтобы изображение склеилось со звуком…» «А, да». «Вообще с «Мононоке», к сожалению, этого так и не произошло». «Да, в «Мононоке» там…» «Там все замечательно с технической точки зрения. Я прошу прощения, если здесь есть представитель Руссиков. «Я на форуме читаю по «Принцессе Мононоке». «Ну, что такое у Финджинга?» «Опять актеры все гавкают, опять рубят текст, фраз недоговаривают, все вот так рублены-рублены». «Что такое?» «Не помню, чтобы там кто-то гавкал, и я убил текст». «Не помню». «Потом, наконец, мне приходит в руки это издание, я его ставлю и вижу, что там…» «Примерно до полусекунды рассинхрон». «Да, рассинхрон, поэтому, когда персонаж заканчивает говорить…» «Это самый…» «Точнее, актер заканчивает говорить, а персонаж еще на экране ротиком шлепает». «Вот, поэтому я думаю, а, ну понятно, по всему фильму вот это вот…» «Или наоборот, что гораздо хуже, потому что, если наоборот, возникает ощущение, что актер нагоняет реплику…» «Ага, настигает». «Вот, ну, чтобы был какой-то предметный более или менее разговор…» «Так, давайте по-детсадовски немножко…» «Второй сезон Судзуми здесь, в Воронеже год назад…» «Кто видел? Поднимите руки!» «Нормально!» «Это вот несведенный вариант тот вот, который черновой…» «Ага, хорошо!» «Вот, исчезновение…» «Кто видел?» «Отлично!» «Почти все!» «Так…» «Евангельон…» «Имеется в виду в нашем уже дубляже…» «Ага…» «Хорошо!» «Принцессу Мононоке…» «Тоже в нашем…» «Отлично!» «Можно говорить!» «И…» «Ну, сейчас даже не знаю, что…» «Этот…» «Берсерк…» «А!» «Ловцы ещё, ловцы…» «Это ловцы…» «А… ловцы…» «Ловцы забытых голосом!» «Да…» «Да все всё видели…» «Когда диски продавали, столько не было народу…» «Ну, что хочется сказать…» «Работа шла достаточно интересно…» В общем, почти что в плановом режиме, за исключением двух последних... То есть в плановом режиме это всегда так. Когда надо сдавать? Вчера. Вот, за исключением последних двух фильмов «Ловцы забытых голосов» и особенно «Берсерк», ловцы материалы пришли за месяц до премьеры. Делались в бешеном темпе. И, наконец, все временные, значит, все рекорды по изготовлению покрыл «Берсерк», который был сделан за полторы недели! Вы можете себе представить, 28-е число, 29-е, это у нас... Какой день был? Пятница? Суббота. Суббота. А видеомастер пришел во вторник этой недели. А за работу я сел в понедельник той недели. Вот только сел вот за это все! Вот... Так что я сейчас пока еще немножко, это, о нервах. Что еще хотелось бы мне сказать, прежде чем начнутся вопросы? Вообще, как интереснее будет? Как обычно? Вопросы-ответы, да? Наверное. Или вам хочется услышать какой-то определенный на эту тему рассказ? А? Магму! Люди хотят услышать магму. Я буду дублировать громко для тех, кто не слышит, и для тех, кто, не дай бог, потом это будет смотреть на видео. Но магму мы оставим, я думаю, на сладко, чтобы аппетит не испортить. Ага. Уже все, уже уехали. Там уже другие были персонажи, там уже... Там уже другое... Ну, чтобы пришлось мне лично поработать во многих очень... Во многих фильмах, скажем честно... Вообще, скажем честно, когда я всегда появляюсь, когда мой голос появляется там, на экране, то это не потому, что вот я думаю прям, о, я сейчас буду этого озвучивать. Нет, потому что время поджимает. Актера найти не могу быстро. Давай скорее озвучивать, ну, вот, хоть как... Собственно говоря, для Минус точно так же начинался. Пока я искал актеров, я думаю, ну, фильм-то надо как-то собирать. Думаю, да дай я его сейчас хоть начитаю, хоть как-нибудь. Сел, за вечером почти все это самое дело набросал, а читал, потом пришли ребята, говорят, слушай, оставляй. Нормально. Я, да как нормально-то, нормально-то, да это на раз просто. Не, нормально. Ну, оставили. Вот. Также был найден достаточно простой подход к персерку, потому что пока я соображал, я чувствую, что не успеть, не реально. Да мы что делать будем? А делать будем вот что. Стал в студии. И вот за всех, за кого мог, вот так один раз, как... Вот так взял и за всех, кого прочитал, кроме женщин и детей. Все, прочитал, смотрел, как это примерно должно звучать. Ага, значит, я это... Оказывается, я это вижу примерно так. Вот. Ну, думаю, ну, значит, будем дальше так и работать. И потом уже по мере подтягивания актеров возможных, мы, значит, этих персонажей переписывали и меняли, ну, на того, на кого надо. Вот. Ну, гац оказался, и золот оказался беззамен. Значит, как я читал, так и... Как я играл, так и остался там. Вот. Но список титров еще не подавал, потому что, наверное, вдруг будет меняться. Вот, ну, что мне хотелось бы услышать?